Финансовый аспект Национальные валюты топтались в одном месте, при этом дергались в разную сторону, как принято говорить, то есть была волатильность. В итоге около 34 долларов за баррель мы увидели в конце недели. На этом фоне курс доллара также находится в районе отметок 76-77 рублей, и мы не видим предпосылок для того, чтобы курс доллара укреплялся или ослабевал в ближайшие две недели. Однако за последние 10 дней интересный свой приз преподнесло золото. Оно подросло процентов на 15, ввиду того, что в мире произошли некоторые изменения. Фондовый рынок США, прежде всего, показал некоторые снижения, и инвесторам стало интересно перекладываться из рискованных активов в более надежный, каковым часто является золото. Что касается инвестиционных стратегий компании «Финам», то они продолжают показывать уверенный прирост. К примеру, стратегия «Синергия», которая в 2015 году заработала 89,8%, по состоянию на 10 февраля 2016 года прибавила уже более 25%, что в годовом исчислении превышает 100%. Поэтому даже на «Безрыбье», как говорится, можно найти очень интересные варианты инвестирования, которые не только надежны, но и прибыльны. Расскажите нам, как можно более подробно узнать об этом. О стратегиях инвестирования и вообще о способах инвестирования на финансовом рынке лучше всего узнавать из первых рук на обучающих курсах и семинарах, которые, например, компания «Финам» проводит еженедельно по вторникам и четвергам в 7 вечера в нашем офисе по Цюрюпе 75. Справки можно наводить по телефону 216-11-22. Как правило, первичные семинары очень интересны, они проходят в такой занимательной и динамичной форме, ничего не стоят. И после этих мероприятий для себя можно увидеть не только, что в мире происходит, но и для себя выбрать что-то такое перспективное и, самое главное, надежное. Спасибо большое, Руслан. Ждем вас в следующий вторник с новой информацией. Спасибо вам. Это были «Экономические вести». Будьте с нами. Увидимся в следующий вторник. Спасибо.